Добрый день, мои зрители! Сегодня в рубрике «Первый взгляд» я вам хочу представить только-только вышедшую игрушку под названием FIFA World Cup Brazil FIFA 14. Ну, вы сами понимаете, что это немного улучшенная версия регулярно выходящего симулятора FIFA. И, конечно, эта версия будет похожа на FIFA 14, но она выходит у нас только на консолях старого поколения PlayStation 3, Xbox 360. Я играю, кстати, на PlayStation 3. У меня пока только иностранная версия, то есть отсутствует российская версия. И мне вот сразу предлагают матч Россия-Украина. Блин, ну это будет даже очень интересно. И, наверное, в какой-то степени актуально в свете последних событий все-таки братские народы. Ну, давайте попробуем сыграть Россия-Украина. Я даже не знаю. Естественно, я как бы выбрал свою страну Россию. Поэтому, наверное, подобное мне предлагают. Сейчас мы увидим, что вообще в этой игре будет интересного. Ну, для тех, кто давно играет уже в симуляторы футбольные, известно, что данная игра... Ну, стадион, ладно, не будем смотреть, пускай какая-то будет погода. Кстати, очень красивые заставки. Игру я, естественно, включаю первый раз. То есть, я единственное, что в настройках убрал музыку и звук комментатора. Ну, музыку по известным причинам YouTube может на эту музыку, как всегда, наложить что-нибудь. Вот, в пенальти у меня Киржаков не попадает. Ну, это неудивительно. Киржаков сейчас в состав не попадает. Поэтому и пенальти бьет плохо. Ну, да ладно. О проблемах Зенита или проблемах Александра поговорим. Может быть, в отдельных играх, посвященных именно этому клубу. Ну, а здесь сейчас будем говорить об этой игре. Не будем пытаться проходить испытания. FIFA World Cup Бразилия. Конечно, весь мир ждет. Когда же, когда же, когда же это начнется? Начнет это совсем скоро. Это крупной Миндиаль, как мне кажется. Но сборной Украины там не будет. А вот сборная России на этом чемпионате мира будет представлена. И, естественно, мы все, болельщики, будем надеяться на то, что наша сборная сможет хотя бы выйти из группы. Показать лучший результат, чем на прошлом чемпионате Европы. Фабио Капелла, перед нашими глазами, предстает достаточно похож. И гимн. Славься, страна, мы гордимся тобой. Конечно, естественно, тут будет больше аспекта на болельщиках, на вот этих ярких красочных цветах, в отличие от FIFA. Гимн Украины. И вроде как показывают болельщиков, которые в баре, что ли, находятся. То есть за пределами стадиона. Классно сделано. Я думаю, что в любом случае вот эти симуляторы, которые выходят раз в два года, получается, когда крупные футбольные международные события происходят, чемпионат мира или чемпионат Европы, они всегда привлекают свое внимание к себе. И самый первый, в который я поиграл, это был FIFA Road to World Cup, то есть дорога на чемпионат мира, 98 во Франции. Тогда вот этим вот гербом, или как его правильно назвать, фирменным талисманом чемпионата мира был петух французский. И он там в заставке, а тогда еще в FIFA у нас любили делать заставки, он бежит по улицам Франции и там прибегает к стадиону. Очень прикольная была игра, и, конечно, тогда два раза в год можно было в один год играть в новую FIFA, а потом еще и чемпионат мира и чемпионат Европы выходил. И когда это было просто феерично, и казалось, что вау, как же круто, что у нас есть такая возможность два раза играть в год в новый футбол. В те годы практически другие игры меня не интересовали, кроме спортивных. Я играл только в футбол, баскетбол, хоккей. Ну вот так вот. Тем временем у нас уже игра началась. Ну, естественно, тут я не буду пытаться рассказывать о истории и противостояния, и о всяких взаимоотношениях в сборных, и что сейчас вообще происходит в сборной России, в сборной Украины. Я не совсем готовился к этому видео, я просто увидел, что игрушка вышла, и я решил для вас записать несколько минут своей игры. Поэтому давайте наслаждаться сразу, что первое бросается в глаза. Естественно, движок тот же самый. И по футбольным исполнениям здесь отличий, наверное, от FIFA никаких не будет, скорее всего. Ой, какой опасный удар был. Но, конечно, сразу бросается яркий солнечный свет. Краски. То есть, игру подкрасили, улучшили, наверное, добавят новых повторов. Часто происходящая история. Плюс, естественно, лица тренеров. Ну, это нормально, потому что в течение чемпионата мира или чемпионата Европы обычно в самом турнире, как говорится, тренера не меняет уже никто. Это, конечно, были и такие случаи, когда увольняли по ходу турнира. Но все-таки это большая редкость. Естественно, для этого здесь и делают лица тренеров. А уже со следующего года, говорят, и в обычных FIFA появятся тренеры. Ну, тогда нужно будет постоянно делать обновления, так как тренерские штабы у многих клубов меняются частенько. Ну, вот болельщики очень яркие, раскрашенные в футболках национальных сборных. Ну, пока игра складывается достаточно упорно. И в основном где-то вот здесь в центре поля на поступок штрафной, что одна, что другая сборная пытаются найти себя в атаке. Плохой вынос мяча. Пятов это, скорее всего, был. Я не обратил внимания на фамилию, но, думаю, здесь должен Пятов стоять в воротах. В сборной Украины. Вот, кстати, Гусев, которым недавно совсем произошел ужаснейший случай в чемпионате Украины. Все помните этот момент, где вратарь ему попал с колена в голову, и он потерял сознание. Не знаю, кстати, как сейчас его состояние. Не читал новости о нем. Ну, надеюсь, что все нормально. Ух ты! Выход один на один получается. Нет, здесь надо вратаря Кенфееву вернуться. Молодец, Игорь, дотянулся на мяча. Нужно быстро попробовать ввести его. Ну, не нужно, я думаю, уточнять, что я играю против компьютера. Вам и так понятно. Особенно тем, кто меня давненько смотрит, знаю, что моя PlayStation 3 к сети не подключена, поэтому играю я против компьютера. Смотрю сейчас просто наверх, как красиво сделан стадион. Действительно похоже на реальную арену. Как украшивают его болельщиков флагами на этих боковых ограждениях, за которые невозможно, ну, точнее, желательно не переваливаться. Вот на них очень часто болельщики вешают всякие баннеры, либо флаги. Еще один хороший момент у сборной Украины, может быть. Ну, и здесь россияне отбились. Быстров. Состав я не посмотрел. Что тут у нас вообще... Быстров, кстати, достаточно очень быстро бежит. Молодец. И можно прострелить, как простой плохой. Держаков до мяча не смог бы дотянуться никак. Да, проблема у Александра есть в нынешнем клубе. На последний матч в Махачкалу он даже не полетел с «Зенитом». И, конечно, разговоры там ведутся о травме, но все-таки мы все прекрасно понимаем, что Андре Вилашбош, новый тренер «Зенита», сделал ставку на «Рандона». И в преддверии чемпионата мира очень печально, что основной наш форвард не может играть. Ай, куда? Куда такой удар был сейчас? Как настолько неточно можно было пробить? Так вот, то, что наш главный форвард не играет в основе клуба, это очень плохо. И капелло нужно будет что-то с этой ситуацией придумывать. Либо находить замену для Саши, либо искать мотивацию, чтобы тот... Ух ты, мяч не ушел-то. Чтобы тот мог показать себя. Ну, первая игра, а головки пока забить я не могу. Хотелось бы посмотреть, как повторы работают. Вообще опасные моменты. Где они? Очень мало. Вот сейчас был один, но я даже в форвард не попал. Возможно, изменена техника ударов. Ух ты! Уай-вай-вай, молодец, Акимфеев. Мое «Ух ты!» было направлено не только на классную передачу украинцев, но и на то, что я услышал крич болельщиков «Русские вперед!» Добавили звуковые эффекты и кричалки. Наверное, англичане будут петь «Боже, спаси королеву». Но мы попробуем. Я думаю, не один матч запишем, а даже парочку. Сыграем, может быть, и за сборную Англии. Так как это вторая моя страсть на международных турнирах. Россия и Англия – это те сборные, которые я поддерживаю на любом международном турнире. Слава богу, и те, и другие в этом году в этом турнире будут участвовать. Не пропускают. То у меня обычно, то наши не выходят, то англичане не попадают. Какой момент сейчас был? Здесь выручил пятов. Однажды, вы помните, в сборной России с англичанами решали, кто из них попадет в чемпионат мира. И вот так случилось, что в сборной России туда попало. В итоге это оказался одним из самых удачных выступлений в современной сборной. Вот, слышите? Русские вперед. Широко как-то борются, но для мяча не достает. Очень неудобное будет время просмотра для европейской части мира. Ну, в нашей стране уж совсем. Матчи бывают и в два ночи, и в пять утра даже некоторые. Ну, больших любителей футбола это в любом случае не остановит. Насколько я знаю, в пять утра даже состоится такой великолепный матч, как Англия-Италия. Поэтому можно будет либо не ложиться, либо встать чуть пораньше и перед тем, как идти на работу, посмотреть эту великолепную игру. Ну, надеюсь, что будет хороший матч, потому что я... Итальянцы с англичанами нас обычно не разочаровывают в этом плане. Ой-ёй-ёй, тут последний момент ногу успел я подставить. Ну что ты, Жаков, получается не как у тебя. Украинцев шафной. Ну, и здесь Денисов мяч отнимает. По своему бывшему партнеру, но... Никак. Молодцы. И вот хорошая может получиться контратака у россиян. Ну, нет, очень долго. Я жду помощи партнеров, а ребята уже подустали. Либо надо совсем из глубины атаку начинать, а быстро не хватает помощи. Отдвоем всю сборную Украины в защите не обыграешь. Давай-давай-давай, забегай-забегай. Нет. Не люблю я играть в солнечный день. Есть вот эти проблемы с пониманием немножко, когда яркое солнце светит. Типа отблёсткивает. Поэтому следующий матч попробуем поставить в вечернее время. Ой, один на один выход! Здесь защитники успели вернуться на свои позиции. Размешали. Отстойте. Ну, давайте посмотрим. Прошу. Прошу. Прошу! 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 Как убрал Якинфеев Умница, просто красавец Кокорин Надежда сборной России Набирал так классно скорость Но врезался прям Напомню, что сборная Украины Играла стыковые матчи с французами И это было очень Как темащук Выходит на поле Это было очень крутое Противостояние Но не удалось Украинцам, даже несмотря на то Что в первой игре они Обыграли французов со счетом 2-0 на своем поле Не удалось удержать преимущество там И во Франции Проиграв со счетом 3-0 Вермиукраинцы покинули Отборочный турнир Совсем вот Пол ступенечки Не дойдя до Главного финала Поэтому Как мне кажется Вот Две потери Это сборная Естественно Швеции И сборная Украины Могли бы Достойно представлены Быть На чемпионате мира Но придется им ждать Другого шанса Еще одна замена Может и мне стоит Сделать замену Хотя 90-ая минута Нет Я наверное Не буду делать замены Если у нас сейчас Счет 0-0 Так и закончится То я думаю Мы Серию пенальти С вами Посмотрим Чтобы не играть Дополнительное время Просто посмотреть Что изменится Может серия пенальти Классная какая Шапка у нашей Болельщицы Ну да 0-0 Так Встреча заканчивается Но сейчас мы Попробуем Наверное Серию пенальти Ну конечно Было бы приятно Видеть на трибунах Именно такое количество Российских болельщиков Но Как мне кажется Их будет В несколько раз меньше Через Чук Далеко находится Бразилия И Даже Дело тут Не в возможности Поездки А просто Может Не быть Столько времени У Тех людей Кто может себе позволить Полететь Так далеко В отпуск И тем более На матч чемпионата мира Сходить Ну вот Серия пенальти Ну Пускай Останутся Те пенальтисты Кто и стоял заранее Вот у нас Это изначально Камбаров Хорошо 1-0 Мы повели Бусев Против Факенхеева Кстати Ой-ой-ой Как классно Отбил Игорь На противоходе Вроде как Бусев его поймал Но Это Игорь Широк Роман Ай Здесь Ногами Ногами Вратарь Украина Отбивает Этот мяч Коноплянка Коноплянка Забивает По перекладину Точно Счет 2-1 В пользу А нет 1-1 Проинцы Но у нас есть А нет У нас нет уже ударов Киржаков Против пятого Зачем же Зачем же Зачем же Пятый Прочитал Киржакова Действительно Хотел Пробить по центру Так Тимащук Против Факенхеева И Развел Развел Анатолий Наше Штатный Пенальти Сборной России Забивает Что Нужно Отбивать Давай Игорь Айкра Не забил Да В штангу Мяч попал Я сначала Не понял Игорь Одной рукой Дотянулся Кстати Посмотрите Движения Изменились У вратарей Более Пластичный Как-то Красивее Что-то Стали Анюков Забил Хотя Прям На пятом Мяч Пролетел Тот Прошлый Сейв Кинфеева Был Очень Крутой Моленко Против Акенфеева Еще раз Дотягивается Игорь И приносит Победы Сборной России Пускай В серии Пенальти Хорошие Сейвы Ну вот Мы увидели Нововведение Чуть по-другому Двигаются Вратари Ну вот Такое Отбитое Пенальти Было Такое Вот это Классное Нет Это Забитое Все Пенальти Нам повторят Что-ли Да Повторяют Почти Все Удары Некоторые Даже По два Раза Вот Тимащук Забил Свой Удар Нашевич Вот Это Классно А Вот Игорь Победный Отбитый Пенальти Вот Такой Прикольненький Футбольчик